С 22 на 23 сентября режим прекращения огня вооруженными силами Украины не соблюдался. За сутки зафиксировано три обстрела позиций народной милиции в районе населенного пункта Калинова. К счастью, потерь нет. Украинское руководство по-прежнему продолжает нарушать Минские соглашения по отводу военной техники и осуществляет переброску вооружения и личного состава к линии боевого соприкосновения. По нашей информации в районе населенного пункта Рассвет Станично-Луганского района обнаружен оборудованный в инженерном отношении опорный пункт артиллерийского дивизиона с вооружением на позициях. Вся техника тщательно замаскирована. Среди всего прочего там находятся две 100-мм противотанковые пушки Рапира, 11 122-мм самоходных гаубиц Гвоздика и 9 единиц автомобильной техники. В районе населенного пункта Чугинка на позициях вооруженных сил Украины зафиксировано еще размещение одного зенитно-ракетного комплекса Стрела-10. Кроме того, сохраняется угроза провокаций с украинской стороны. По нашей информации, 20 сентября в населенный пункт Станица-Луганская для совершения диверсий прибыло около 40 наемников из Канады. Помещение центральной районной больницы командования вооруженных сил Украины выдало им обмундирование и экипировку и оружие украинской армии. После чего они были отправлены на линию соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Вторая группа прибыла в населенный пункт Болотенная Станично-Луганского района, вблизи линии боевого соприкосновения. Помимо иностранных наемников из Канады, воюющих на стороне Украины, на позиции ВСУ в зону так называемой АТО прибывают американские военные инструкторы. Нам стало известно, что в населенном пункте Счастье на территорию бывшей школы милиции по адресу улица Матросова-3 заехали около 20 американских инструкторов, которые проводят среди военнослужащих вооруженных сил Украины лекции на тему подготовка и организация массовых беспорядков. Субтитры создавал DimaTorzok